В городском центре социального обслугования семьи и детей беженцы отримывают шассовый притулок. Тут они могут проживать до года. После ААН допомогают с пошуком жилья. Главная проблема, которая перешкоджает худкой интеграции, молный барьер. С мета его передоления ГДУ имя Франциска Скарыны организовали бесплатные курсы по выучению русской мовы. Марина Колбая с семьей приехала в Гомель с Грузии в 1995 году. Жанчина стверждает, что сейчас беженцам значительно простей. Сегодняшние умовы нельзя поравновывать с теми, что были 20 годов тому. Проект, который сейчас реализует у Гомели ААН допомога семьям-переселенцам Сирии. Разом с молным барьером для их истнует проблема праца лодкования. И не тому, что гэтые люди не жадают працевать. Шасто подтвердить специальность нельга за отсутности необходных документов. Человек имеет образование шеф-повара, но у него утеряны лицензии и документы, подтверждающие это. Ему сейчас нужно будет заново проходить какие-то курсы, где нужно подтвердить это все. Конечно, сложно, когда человек имеет профессию в руках, но не может трудоустроиться, только потому, что у него нет документации. Деньги, которые поступают, пойдут не только на обучение, на какие-то бытовые моменты, но и в том числе на восстановление документов. Организация Объединенных Наций мает намер и далее оказывать активную допомогу людям, которые по разных причинах были вымышены покинуть родный дом. У первой части это связано с повышением якости умов проживания. Мы стремимся к тому, чтобы условия жизни были лучше, в особенности беженцев, с которыми работаем. Это лица нашей компетенции. Мы можем оказывать, конечно, наиболее уязвимую помощь по размещению, оплату по жилью, чтобы они смогли как-то удовлетворить свои потребности, потребности жилищных условий. Одним словом, мы стремимся к лучшему и мы всегда даем себе отчет в том, что нет предела к совершенству. Так само представники Организации Объединенных Наций приняли удел у открытия фотопроекта «Выбор». И он предсвеченный житти семьи украинских переселенцев. На 17 фотографиях – звычайные люди, які, ратуючи уласное житё, приехали на Гомельшину. Разом со здымками проникнённые истории. У каждой семьи они разные, однако их обедновывая агульная беда. И не глядячи на испыты, они смогли почать житё снова у Беларуси, якая для всех стала другим домом.